Родители Нади Рушевой познакомились в Тувинском музыкально-драматическом театре. И это было в 1945 году. Николай Рушев был художником-оформителем Наталья Ажикмаа балериной. В 1950 семью отправили в творческую командировку в столицу Монголии Улан-Батор. И вот там в 1952 году и родилась будущая художница. Знакомый семьи предложил дать девочке созвучное с выбранным семьей имя Найдан, что в переводе с монгольского означает «вечно живущее». Как же это было прорицательно, можно и так, наверное, сказать. Рисовать девочку никто никогда не учил. Однако в пятилетнем возрасте гены отца художника, видимо, о себе заявили, потому что девочка взяла карандаш и уж больше никогда его из рук не выпускала. В том, что у дочери есть все задатки отличнейшего графика, Николай Рушев убедился, когда Наде исполнилось всего-то семь. В один из вечеров, когда он читал ей сказку о царе Салтане, Надя сделала 36 рисунков. И когда отец посмотрел ее готовые работы, понял, дочь не только отлично запомнила, но и запечатлела услышанное. Позднее, когда Надя научилась читать, она стала делать иллюстрации и к другим произведениям Пушкина. Евгению Онегину, Медному всаднику, повестям Белкина. Великого русского поэта она называла самым родным. В ее Пушкиняну вошло свыше трех сотен работ. В художественную школу, несмотря на явные способности и настоятельные советы специалистов не губить талант, Надю все-таки не отдали. Николай Рушев счел, что будет гораздо лучше, если одаренность дочери станет развиваться сама по себе, без всякого давления со стороны. Талант Нади рос и вместе с ней. Когда ей исполнилось 11, работы напечатали во Всесоюзной газете для школьников «Пионерская правда», а еще буквально через год они экспонировались в клубе искусств МГУ и редакции журнала «Юность». В последующие пять лет были организованы еще 15 персональных выставок юной художницы, причем не только в Советском Союзе, но в Чехословакии, Румынии, Индии, Польше и везде ее рисунки находили живейший отклик у зрителей самых разных возрастов. Буквально несколькими линиями Надя точно передавала переживания своих героев, их настроение, пластику, характер. При создании графических работ она никогда не делала эскизов, она не пользовалась ластиком, рисовала тушью и карандашом, сразу, набила, практически без штриховки. «Я их заранее вижу, что ли? Они проступают на бумаге, как водяные знаки. Мне остается их чем-нибудь обвести», – рассказывала Надя. За 10 лет, прошедших с того памятного вечера, когда отец читал ей сказку о царе Салтане, Надя создала свыше 12 тысяч рисунков. Это циклы работ, посвященные произведениям Пушкина, Толстого, Булгакова, Сент-Экзюперии. Всего девочка проиллюстрировала произведения 50 писателей, а также любимые мифы и легенды Древней Греции. Она словно бы торопилась жить, чувствовать, работать, чтобы успеть как можно скорее. Когда я прочла роман «Мастер и Маргарита», то всю глубину, всю многоплановость которого сложно было осилить даже взрослому человеку, Надя осилила. Более того, она была просто потрясена. Произведение захватило ее настолько, что она задалась целью во что бы то ни стало его иллюстрировать. Вот тогда-то никто и предположить не мог, что цикл работ, посвященных «Мастеру и Маргарите», увы, станет последним. Надя Рушев мечтала стать мультипликатором. Она готовилась к поступлению, представляла, как летом после выпускного бала подаст документы в АВГИК. К сожалению, этим планом было не суждено осуществиться. 5 марта 1969 года она собиралась в школу. Как вдруг лишилась чувств. Ее на скорой доставили в первую городскую больницу, но врачи ничем не смогли ей помочь. На следующий день Надя, не приходя в сознание, скончалась от последствий кровоизлияния в мозг. Оказалось, у нее врожденная аневризма. Без симптома течения болезни не позволило выявить смертельно опасную патологию на ранней стадии. В честь Нади Рушевой назван астероид. Имя этой девочки носит один из горных перевалов на Кавказе. Рядом со школой, в которой Надя училась, открыт парк, он так и называется «Надежда». А в нем памятник кентавренок с ее рисунком. В 2022 году было выпущено подарочное издание мастера Маргариты с ее иллюстрациями. А еще почти законченный фильм об этой уникальной девочке. Почти, поскольку она вернулась с его съемок буквально за пару дней до смерти. Фрагмент этого фильма, кстати говоря, можно найти на YouTube. Рекомендую. Посмотрите, послушайте. Уникальная девочка. Закончить историю о Наде Рушевой хочется словами академика Дмитрия Лихачева. Эта гениальная девочка обладала поразительным даром проникновения в область человеческого духа. Работала почти с отчаянием, стремясь сказать людям как можно больше. Откуда? Откуда, спрашиваю я у 16-летней девочки такое знание людей, эпох? Это загадка, которая, увы, никогда не будет разгадана. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!